Все началось в этом павильоне с шаурмой. Трое чеченцев, рабочие местного карьера, предположительно оскорбили 18-летнюю девушку-продавца. Один из них начал распевать и вел себя вообще неподобающе. Он подцапался с моим другом, потом со вторым, потом со мной. Он кинул меня шаурмой. И после этого все началось. На помощь пришли брат, девушка и его друг. Завязалась потасовка. После разборки переместились в лес. Против 10 чеченцев выступили около двух десятков жителей села. Чеченцы как бы забили стрелу, чтобы до конца разобраться. Через пару дней наши ребята поехали в лес, как бы в рабочее место, где они работают, эти ребята чеченцы. Началась драка между чеченцами нашими местными ребятами. Началась драка. Начала гореть гудка. Начали кидаться в нас топорами, ломами. В массовой драке были сожжены бытовки и автомобили. Двое жителей села получили ранения. Один после удара ножом в живот оказался в больнице. Все происходило сгоряча, не обдумывая. Все произошло настолько быстро, что никто не успел ничего предпринять, подумать. Вскоре в село нагрянули полицейские. Были задержаны двое чеченских рабочих и свыше 10 местных жителей. Это породило новую волну конфликта. В райцентр съехались около пяти сотен жителей близлежащих сел. Они взяли в осаду районный отдел полиции и потребовали выпустить своих. Полицейские выполнили это требование. В дело вмешалась прокуратура. Под статью теперь могут попасть по одному человеку с каждой стороны конфликта. В республике мнения относительно случившегося разделились. Одни считают конфликт межнациональным, другие говорят об обычной бытовой ссоре. Якобы на месте чеченцев могли оказаться представители другой народности. Результат был бы тем же. Я хотел бы обратиться к этим так называемым писакам. Пожалуйста, не пишите, не говорите, что это обыкновенная бытовая ссора. В районах этих процветает безработица, безработица среди молодежи, криминал, злоупотребление алкоголем. И ко всему этому прочему в регион интенсивно приезжают люди со стороны. К удивлению местных жителей получают совершенно необъяснимые преференции. Несколько башкирских общественных организаций требуют снятия ответственности с жителей села и наказания для чеченских рабочих. В том числе и для тех, кто оскорбил продавщицу. Активисты также требуют отставки главы района и начальника РОВД. Сообщается, что будет проверена также деятельность промышленной компании, на которую работали чеченские вахтовики. Антон Захаров и Александра Филиппова для Настоящего Времени. Продолжение следует...